А вот если у вас до сих пор нет отопления, обращаться уже нужно к прокуратуру. Это посоветовали сами обвинители. Сегодня прокуроры встретились с представителями прессы. Сейчас тепло есть почти во всех домах. Но чтобы тепло поступило во все дома, прокурорам пришлось возбудить больше 600 административных дел. Озвучили и основные причины коммунальных проблем. Подробности в следующем сюжете. Нарушений, связанных с включением отопления, в этом году стало больше. В ходе проверок прокуроры выявили их почти 9 тысяч. К ответственности привлекли больше тысячи человек. Тепла в этом году дождались и жители Малой Субботихи. Хотя еще летом люди боялись. Из-за разногласий со своей управляющей компанией батареи в их домах так и не наполнятся горячей водой. Нам пришлось обратиться в суд и фактически обязать зал Заречья, обязать осуществлять поставку ресурсов, то есть фактически восстановить технические котельные и начать поставку ресурсов в данные дома. То есть судебное решение у нас состоялось 3 сентября. Ну и фактически на настоящий момент уже тепло в эти дома поступает. Выяснились и основные причины срыва в сроках подачи тепла. По словам прокуроров, часто задержки случаются из-за поломок на теплосетях. Иногда из-за долгов управляющих компаний. Правда, есть и другие факторы. Рынок коммунальных услуг, он довольно сильно криминализирован. Об этом свидетельствуют уголовные дела, которые за последний год возросли, если рассматривать в целом по области почти в два раза количество уголовных дел. Если брать в целом, то и по делам, возбужденным по инициативе полиции и прокуратуры, возбуждено уже на данный момент более 30 уголовных дел. Добиться решения коммунальных проблем, по словам экспертов, кировчане смогут, если не будут сидеть сложа руки. Свои заявления люди, в домах которых отсутствует отопление, должны направлять в районное отделение прокуратуры. Елизавета Халикова, Александра Летова, Бюро новостей Давича.